Мы с вами возвращаемся к чтению «Так говорил Саратурство». Мы прошли первую книгу, это уже успех, я считаю. И перед тем, как начать читать вторую, нам надо было вспомнить, что там, собственно, в первой было, и примерно увидеть, из чего она состоит или какие задачи решает. Вы помните, что Саратурство начинает с ошибки отшельника, Саратурство начинает с того, что он хочет быть как солнце, хочет все расставить по своим местам, хочет объяснить людям, что теперь, когда Бог умер, наконец-то появился шанс заменить его своей волей, заменить его существование и последствия его существования своей волей. А последствия существования, так как вы помните, в первую очередь представление о добре и зле, и уже во вторую очередь представление о том, что мир является закрепленным раз и навсегда. Ну, например, что он раз и навсегда движется из точки А, создания мира Богом, в точку Б, конец света, гибель мира, страшный суд и превращение всех людей, ну, либо наказания, либо там вознаграждения всем людям. И, соответственно, с этим представлением об истории, с этим линейным представлением об истории, например, возникает понимание смысла жизни. Да, зачем вы живете? Чтобы спасти себя, чтобы в момент страшного суда я не попал в ад. Немного шире или немного уже, если хотите, чтобы спасти свою душу. Смысл жизни понятен, цель жизни определена, вы знаете, что нужно делать, что не нужно делать. Там получается у вас или нет, понятное дело, это другой вопрос. Мораль всегда построена так, чтобы не получалось. Не бывает такой морали, которая бы позволила вам полностью входить в ее рамки и не нарушать их. Это безумие. Это невозможно. Золотурство приходит к людям с идеей, с которой они, собственно, знакомы, о том, что Бог наконец-то умер. И, соответственно, эта картина мира, она больше не имеет никакого значения. Она больше не может быть продлена. Если она будет продлена, если установки, заложенные в ее основании, будут продлены, то человек будет только деградировать. Золотурство объясняет это законом становления. Нет ничего, что могло бы существовать, не изменяясь. Нет ничего, что могло бы существовать вечно. Все рано или поздно должно закончиться, все рано или поздно должно измениться. Скорее даже рано. В этом смысле любая попытка остановить изменения или не допустить изменения, естественно, ведет к деградации. Так как закон становления говорит о том, что мы можем двигаться либо вверх, либо вниз, то попытка стоять на месте всегда ведет вниз. Что там внизу? Там внизу говорит золотурство последний человек. Человек, который все понял. Человек, который разобрался в жизни. Человек, который больше никуда не стремится, потому что больше никуда нельзя стремиться. Он стоит на месте. Он думает, что он стоит на месте. Мы знаем, что такое счастье, говорят последние люди, и моргают. И делать больше уже ничего нельзя. Почему золотурство против такого положения вещей? По одной простой причине. Он считает, что одним из фундаментальных состояний человека является креативность. Именно поэтому Бог – это плохо. Сейчас во второй части золотурство нам расскажет об этом подробнее, но идея именно такая. Если Бог существует, если Он совершенен, если Он создал мир, этот мир совершенен, в совершенном мире ничего нельзя изменить. Если ничего нельзя изменить, суть человека, который заключается в креативности, невозможно применить. Человек отрицает собственную суть в таком мире. Опять же, если вечность существует, в вечности нет времени, потому что время – это синоним изменений. Мы считаем время по тому, как сменяются события. Никак иначе. Время существует только потому, что стрелка на часах идет. Если стрелки нет и часов нет, времени не существует. Время воспринимается только посредством того, что мы уменем, что что-то перемещается. Да-да-да. Время – это последовательность событий. Там, где нет времени, там нет последовательности событий. Там ничего не происходит. Как во флаг плане написано, как однамерный мир, там нет понятия времени. И глумерным тоже. Ну, как бы, вы можете представить себе это не из того, о чем вы сказали, это сложно, а из фильмов. Помните, в той же Матрице иногда время замедляется или останавливается. Что в этот момент происходит? Все вокруг останавливаются. Или что в этот момент происходит? Пуля замедляется. Последовательность полета пули замедляется. Но нет передвижения. Матрица не отверстия. Да, да, да. Почему Заратустра, уходя от учеников, не оставил книгу, не оставил чего-то, что бы закрепило его учение? То есть он вложил это в их... А сейчас мы дойдем до этого. Ну, давайте. Просто он вернулся и увидел, что его ученики не продолжили его учение. То есть они пошли своими путями. Нет, он мечтал о том, чтобы они пошли своими путями. Но они не опоздали его надежь. Да, сейчас... Почему он разочаровался этим, ведь суть в изменении, а если бы они следовали... Сейчас разберемся. Я только что сказал вам, что суть не в изменении. Суть в изменении в лучшую сторону. Да, потому что изменяться в худшую сторону несложно. То есть изменение неизбежно, поэтому в нем не суть. Это постулат. Вопрос, в какую сторону начали двигаться его ученики после. Если вечность существует, в вечности нет времени, нет времени, нет изменений. Нет изменений, нет возможности для креативности человека. То есть суть человека, фундаментальное состояние человека оказывается нереализованным. Иными словами, человек, что при Боге, что после его смерти, в такой позиции не может быть самим собой. Не может создать для себя смысл. А он должен создавать для себя смысл, потому что больше никто этот смысл для него не создаст. Позднее, в главе «Тыща и одной цели» Златуста прямо скажет. Никто никогда не давал человеку его смысл. Человек сам всегда вынимал смысл из себя. Он просто всегда пытался себя обманывать. То есть вместо того, чтобы говорить «Мир устроен так, потому что я так хочу», человек говорил «Не-не-не-не-не-не». «Мир устроен так, потому что так хочет Бог». Но понятное дело, что Бог создан мной. Когда Златуста говорит об этом? Златуста говорит об альтернативе последнему человеку. Сверхчеловеке. Мы уже много раз обсуждали этот вопрос. Я не буду на нем заостряться. Скажу только, что когда Златуста говорит «Сверхчеловек» имеет в виду «Человек один». В конце книги он будет говорить «Высший человек или высшие люди». По ту сторону добра и зла он скажет «Философы будущего». Хотя сверхчеловек на исторической линии движения человечества только один. Вопрос, как внимательно вы смотрите, как близко к нему вы находитесь. Представьте, что вы стоите на вершине Килиманджаро и видите, как на самом пике лежит большой валун. Этот валун и есть пик. А теперь представьте, что вы отошли на 200 метров. Вы уже, ну давайте даже так, лежит большой валун, а на нем маленький-маленький камешек. Вот это и есть пик. Да? То есть это финальная точка, которую вы можете зафиксировать. Выше ничего нет. Но если вы отходите на 200 метров, вы уже не видите маленький камешек. Но пик все еще есть. А если вы спускаетесь вниз, вы уже не видите и большого валуна. Но пик все еще есть. Хотя сверхчеловек один, чем дальше вы находитесь от него, тем более сглаживается этот пик. То есть тем больше людей попадает в категорию пика. В этом смысле нет необходимости, скажем, в Возрождении искать кого-то, кто был бы прямо лучше всех. Мы уже не можем этого сделать, потому что мы уже далеко. Но мы можем сказать, что в целом все эти люди, все участники Возрождения от Титанов Возрождения, а вы помните, что они Титанами называются, почему? Они Титанами называются потому, что они внесли огромный вклад не в одной области, а в нескольких. Да? Они Титанами называются потому, что проявили свою креативность везде, где это можно было, практически везде, где это можно было сделать. Так вот, отдаляясь назад, вам не нужно выбирать конкретного Титана, чтобы сказать, что это и есть сверхчеловек, да, или это и есть высший человек. Нет, так как вы уже не можете различить их, вы можете сказать, что все это вместе есть пик. Точно так же и для греков. Вы слишком далеко, чтобы понять, кто из греков является пиком. Поэтому вы говорите, вот тот набор людей, которые являются пиком, кто конкретно эти десятые делают. Толпа выбирает последнего человека. Почему толпа выбирает последнего человека? Да, 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 Златус говорит им об этом. Все, что у вас есть высокого, это грязь и довольство собою. Вы слишком доволен собою, у вас нет желания измениться. И правда, если у вас все хорошо, зачем вам меняться, да? Толпа изначально приходит, то есть толпа не просто самодовольная, она всегда приходит только посмотреть развлечение. То есть ее цель развлечения постоянно вот там, да? Но она собирается, да, не ради Златусства. Она собирается, чтобы развлечься, конечно. Существует только, да, для развлечения или чтобы всем что-то стало хорошо? Да, я понимаю, о чем вы. Это хорошее замечание. Действительно, речь идет о том, что рано или поздно Златусство признает прямо. Только индивиды могут двигаться в сторону сверхчеловека. Коллективы не могут туда двигаться. И в этом смысле мы увидим потом, позднее, как Златусство прямо скажет, что народы не создают мораль. Народы получают ее от кого-то. И в этом смысле коллективы всегда импотентны. Коллективы всегда нечеловечны. У них отсутствует свойство человечности. Они могут думать, что они человечны, но это не так. Конечно, еще шире можно сказать, что то, что встает на место народов, оно совершенно не импотентно. Но об этом чуть-чуть позднее. К концу вступления Златусство понимает, что его учение не может быть популярным. Он не собирается спасать коллективы. Он собирается спасать отдельных личностей. И для этого он начинает собирать своих собственных учеников. Сманивая их в определенной тактике. Ну, вопрос. Конечно. В основном, когда он сказал государству, он говорил, что нынешние государства – это локал. И они тоже тоже какой-то коллективный решили. А он говорил, что идеалом, наверное, для нынешнего голоса, что они какой-то типа полюса. В плане государства? Да. Смотрите, я услышал в ваших словах много ошибок. Во-первых, слово «идеал» плохо, неприменимо. Во-вторых, помните, Ницше не тот тип консерватора, который хочет вернуться назад. Поэтому никакого полюса. Хороший ответ, может быть, был бы чуть-чуть в другом. И вы знаете, почему Ницше не может быть идеалом, и почему этот идеал не может быть полюсным. Потому что политическое устройство всегда должно зависеть от момента времени. Перспективизм в самом узком смысле этого слова означает, что мы видим то, что возможно и необходимо сейчас. То есть глобальная цель у нас одна, но так как исторические условия все время меняются, инструменты для достижения этой цели все время должны меняться. Я имею в виду, что все-таки, если сравнивать, опять же, лучше, что государство, его мнение, это более такой коллективной машины. Например, государство политического, или это больше на идее, или это очень, я не знаю. Хотя нет, вряд ли. Да, вот хотя нет, и вряд ли это хороший ответ. Ну, не знаю, просто должно быть государство, которое не объединяет, а разобщает. Я думаю, что для Ницше... Ну, такого государства не может быть. Как бы полюсы воевали между собой, да. Но внутри... Единая Греция не было. Да, да, да. Но Единая Европа должна быть, да. Единое человечество должно быть. Да. Но полюсы, они все равно приклеили. Единое человечество, которое постоянно воюет, и все равно, это еще будет. Когда речь идет о войне, речь идет о войне и войнах. Война только духовная война. Единое человечество не должно ни с чем борьбать. Уж тем более с самим собой. Больба должна происходить на уровень выше вооруженного противостояния людей. Вопрос. Можно ли сказать, что Леонидж... То есть... Леонидж не рассчитывает вопрос идеального государства. То есть, ну, он порывается традицией, да, вооруженного государства, идеального общества, потому что он понимает зависимость от условий. Ну, да, да, в противоположность, скажем, Гигелю. Да, конечно. И вы увидите, если вы откроете по ту сторону добра и зла, мы еще, наверное, прочтем этот отрывок, Ницше обвиняет всех философов прошлого в том, что у них нет исторического чувства. Вот историческое чувство именно и есть то, о чем мы говорим. Что та или иная пози... Не бывает абсолютной позиции, не бывает абсолютной истины. И столько относительно истина. И относится она с историей. История появилась, я думаю, как относительно нише, ни до сих. История, как концепт, появилась вместе с христианами. Потому что они говорили, мир идет из точки А в точку Б. У греков этого не было, у античности этого не было, и истории не было. Хотя вы можете найти историю уже у Цицерона. То есть уже стойки и Ижи с ними уже начинают приближаться и говорят, смотрите, идет определенный исторический процесс. Но христиане приходят и говорят, не-не-не, он точно идет. Христос в тысячном году явится назад, и мы все помнем. И все. Мы точно знаем, что есть исторический процесс. Это стрела в Лимон. Нет, он, конечно, появился. То есть история – это давняя идея. А вот тот факт, что надо перестать быть догматиками и верить, что вы можете открыть истину раз и навсегда, это чистая заслуга Ницше. Свежий такой взгляд. Золотусство сманивает молодежь. Да, он понимает, что ему нужны молодые люди, и он начинает заниматься тем, что сманивает молодежь. Как он... А почему не все-таки консерватор? То есть, ну, почему консерватор после Ницше, который вообще-то не в прошлое, ну, в перспективу будущего, все равно называют консерватором. Он порывает с традиции бывшей до него, и даже в моральную... Начнем с того, что им больше некуда вписаться. То есть это не левые, это не либералы. Это люди, отрицающие равенство. Кто до этого момента отрицал равенство? Кто-то консерватор. Еще какая причина? Консервативные революционеры, о которых мы говорим, часть из них, конечно же, будет верить в природу человека. Это чисто консервативные. Хорошо. Золотусство пытается сманивать молодежь. Первая глава первой книги о трех превращениях должна, по идее, рассказать нам саму книгу. То есть она должна писать господствующие ценности или господствующие взгляды, верблюд. Должна призвать к борьбе с ними лев. И, наконец, должна описать, как выглядит победа над ними. То есть что происходит после победы над ними. Ребенки. О чем же говорит золотусство на самом деле? Золотусство сначала говорит о том, что все текущие учения или немного шире все текущие господствующие взгляды происходят прямо из тела. Больное тело рождает больной взгляд на мир. Этот больной взгляд на мир является господствующим. Затем золотусство начинает говорить о здоровом теле, о противоположности больного тела. Затем он выходит на мысль о том, что с телом связан дух и что так или иначе действия этого духа не могут быть поставлены в вину самому духу. Иными словами, борясь с представлением о свободной и несвободной воле, Ницше пытается снять с вас представление о вине, о христианской вине. Не путайте это с представлением о личной ответственности. Наоборот, речь идет только о вине. Вы знаете разницу между культурой вины и культурой стыда, между греческой культурой и христианской культурой. Культура стыда говорит, как бы, делай, что хочешь, не попадись. Стыдно только то, когда другие смотрят. Культура вины говорит... Угу. Культура вины говорит, Бог все время треплет тебя за ушко, Он все время приобнимает тебя за талию, так что даже, когда ты один и делаешь плохое, ты виновен. Он знает, что ты сделал гадость. Он знает, что ты смотрел сегодня по интернету. Ты чем-то занимался, пока ты это смотрел. Поэтому только личная вина. Личная вина исходит из представления о том, что вы несете полную ответственность за то, что делаете. Иными словами, личная вина исходит из представления о том, что вы свободны в выборе того, что делаете. Свободная воля. Зоротуста и Ницше пытаются избавиться от этого представления И, следовательно, избавиться от представления личной вине. То, что вы делаете, никак не связано с тем, что вы думаете. И то, что вы делаете, никак не связано с результатом вашего действия. Помните, между представлением о действии, самим действием и образом действия не вращается колесо причинности. Идсер пытается откатить культуру ответственности до античного вейли. Нет, нет. Я дал вам противопоставление, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Но это не значит, что он пытается вернуться назад. Помните, он не классический консерватор. Откатить назад ничего нельзя. Вернуться назад – это значит вернуться назад в исторические условия. Они не повторятся уже никогда. Такого не будет. Поэтому мечта о том, чтобы вернуть... Почему, давайте шире, почему Ницше не нравится консерваторам, потому что они проиграют. Чем занимаются консерваторы? Они защищают позиции. Они защищают позиции. Это значит, что они обречены на поражение. Они никогда не делают шаг вперед. Ницше хочет создать таких консерваторов, которые не защищаются, которые нападают. И что делает либерал? Либерал говорит, нам нужно демократическое устройство. Что говорит консерватор? Не-не-не-не, все должен решать царь. И он не может ничего сделать, потому что вот это вот все должен решать царь – это прошлое. Он может только защищать это прошлое. Но тот, кто защищает, тот всегда обречен на поражение. Ницше говорит, нет, мы должны не защищать прошлое, мы должны сделать шаг вперед. Мы должны нападать. Мы должны выйти вперед. И выйти вперед значит выйти вперед не с образом прошлого, а с проектом, направленным в будущее. Значит, это новый спектр консерваторов, консерваторы-атеисты. Они поэтому и будут называться консервативно-революционеры. Потому что их нельзя поместить ни слева, ни в центр. Их можно поместить только справа. Потому что они явно хотят что-то, что очень походит на то, что было. Что как бы такое уже было. И более того, Ницше сам скажет в Эпке Хомо, до сих пор все великие достижения человечества основывались на неравенстве, на аристократическом обществе. Вопрос, каким это аристократическое общество должно выглядеть, это автозастепенный вопрос. Это вопрос исторический. Вопрос, почему тогда они не позволили называться ничтанцами? Потому что ни один из них не был ничтанцем. Они все читали ничи, они все отлично знали ничи. И они жили в условиях, которым создал ничи, в той культуре, которую им создал ничи. Но они не следовали за ничи по пятам. Вспомните, что ничианец, как и марксист, это оскорбление. Ничи не был бы доволен. После этого Ничи говорит еще немножко о духе. И переходит к утверждению о том, что является опасностью для духа. Опасностью для духа является, конечно, в первую очередь ощущение мщения. Зависть и месть. Затем он продолжает и говорит об опасностях, которые предстерегает дух. Это, собственно, проповедники смерти, проповедь смерти, мир, служение государству, попытка стать популярным. И в конце. Затем он говорит, как этому противостоять. Одиночество. Зачем необходимо одиночество? Чтобы в одиночестве расправиться с золотым драконом. С золотой чешуей. То есть, стать верблюдом можно лишь верблюдом. Конечно. Верблюд уходит в пустыню, прочь от шума. И там он превращается в льва. Вместе с превращением в льва, вместе с победой над драконом, возникает задача поставить перед собой цель. Золотустра не говорит о том, какая это должна быть цель. Хотя глава «Тысяча и одной цели» прямо говорит, что это за цель. Золотустра все-таки говорит в дальнейшем, говорит о том, какими свойствами должен обладать новородившийся ребенок, новопоявившийся ребенок. То, о чем он говорит, касается любви, созидания, то есть создания нового истины, мести, будущего, то есть ребенка, и, наконец, конца, то есть смерти. После этого, лишь в самом конце, Золотустра скрывает нам то, с помощью чего это все можно осуществить. Это нечто новое, как говорит Золотустра, нечто, чего еще не было. Нечто, у чего еще нет имени. Это нечто он называет «дарящий добродетель». Мы знаем, что это интересное имя «дарящий добродетель» скрывает за собой. И скрывает она за собой отнюдь не то, что кажется в названии. Что такое «дарящий добродетель»? Воля к власти. Теперь, что касается нарратива. Золотустра спускается вниз, терпит поражение, видит, что единственные люди вокруг него так или иначе соотносятся с трупами. Он не соотносится с трупами, он не совпадает с трупами, он не имеет отношения к трупам. Поэтому он ищет себе последователей. Он соблазняет молодых людей, соблазняет их, возможно, часто невыполнимыми обещаниями. Например, обещаниями о том, что каждая страсть может стать добродетелью. Это не так. Наконец, он дает им цель. Потому что, как вы помните, с самого начала он говорит, они должны идти по путям, которые я даю им. Они хотят быть свободными, но они пойдут за мной. В самом конце, перед последней главой, Золотустра говорит, я дал вам свое учение, я должен умереть. Только что, ну, то есть, именно в этой главе, в главе о свободной смерти, Золотустра должен умереть. Он завершил свой путь. Но он отказывается это сделать. Почему? Потому что он не завершил свой путь. В каком смысле? Он хочет увидеть. Он хочет увидеть, да. На самом деле, он не завершил свой путь, потому что он еще не закончил изменяться. Он еще не закончил становиться к лучшему. И вы увидите это прямо в первой главе следующей части. Точно так же, как вы увидите это в первой главе третьей части. И точно так же, как вы увидите это в первой главе четвертой части. Его движение вверх, его изменение к лучшему еще не остановилось. И потому он не должен умереть. Но он не говорит об этом своим ученикам. И он не говорит об этом нам. Наконец, он отпускает своих учеников, требуя, чтобы они ушли от него. Зачем это нужно? Чтобы они могли предать его. Чтобы они не слепо следовали за его учением. А изменяли его учение. Трансформировали его учение. Ибо ничто не может быть сохранено навечно. Ничто не может оставаться таким, каким оно есть навечно. Соразуство знает, что они изменят его учение. И он обещает вернуться к ним, когда они сделают это. Знает ли он, в какую сторону они изменят его учение? Нет. Не знает. Именно поэтому, когда они меняют его учение, он приходит в ужас. Он видит в углове ребенка с зеркалом перед собой сатану. Видит дьявола. Не того дьявола, о котором мы говорили. А самого, что ни на есть настоящего дьявола. Потому что его ученики извратили его учение. Настолько, что золотурство перестало быть похож даже сам на себя. Наверное, на этом мы остановимся. И перейдем к, собственно, чтению второй части. Если у вас нет каких-то вопросов заданных. Про дьявола, которого мы видим в зеркале. Это какое-то конкретное учение? Тут будет описано. Я просто пытался понять. Это что-то именно, как можно изменить золотурство? Или это вообще абсолютно любое? Нет, нет. Имеется в виду, что когда он смотрит на себя в зеркале, он реально видит дьявола. Из его учения они сделали учение сатаны. Но почему это так? Дальше в книге не будет описано это учение. Дальше в книге будут описаны отчасти те соблазны, с которыми ученики столкнулись. И под влиянием которых учение золотурства превратилось в сатанизм. То есть он... Он имеет свое отражение в том, как они его себе представляют. Ребенок с зеркалом. И теперь они его себе представляют, как сатану. Он освободил их и дал им возможность. То есть он не давал догму. Он дал им возможность сделать то, что они хотят. Но их тут же соблазнили другие. Вторая книга отчасти будет посвящена именно этому. Современным философским и научным учениям. Что соблазнило их уйти с пути, которые дал им золотурство? Что соблазнило их подумать о том, что учение золотурства – это сатанинское учение? Заметьте, что вторая книга начинается сразу после того, как кончается первая. То же самое. Практически то же самое. Будет и с третьей. А вот между третьей и четвертой уже пройдет гигантское количество времени. Ребенок с зеркалом. После этого золотурство снова возвратился в горы и в уединении своей пещеры избегал людей. Ожидая подобно сиятелю, посеявшему свое семя. Чего ждет сиятелю, посеявший свое семя? Плодов, плодов. Он ждет плодов. Он освободил их, дал им цель, но не объяснил, как ее достичь. Более того, он объяснил им, что вы все будете достигать ее по-разному. И теперь он ждет естественного отбора. В кавычках, конечно же. Теперь он ждет достижения его учеников. Но душа его была полна нетерпением и страстным желанием видеть тех, кого он любил. Ибо еще многое он имел в дателе. Да. Видите, он еще развивается. У него еще многое есть. Он сдерживает себя. А это самое трудное. Из любви сжимать раскрытую руку и, как дарящий, хранить стыливость. Так проходили для одинокого месяца и года. Да, зачем он это делает? Чтобы не сделать их зависимыми. Чтобы не превратить их в марксистов. Чтобы не превратить их в эпигонов. Когда я считаю, хранить стыливость. Если вы начнете отдавать все, что у вас есть все время, это будет пошло. Надо стыдиться того, что вы делаете. Потому что, когда вы кому-то что-то даете, вы делаете человека зависимым. Помните, любой дар в до-современном обществе, он должен быть возвращен. Именно поэтому давать много, значит требовать много взамен. Так проходили для одинокого месяца и годы. Но мудрость его росла и причиняла страдания своей полноты. Так же, как и в самом начале. Я как пчела, собирающая мед. Я присытился. Слишком много меда я собрал. Однажды утром проснулся он еще до зари. Долго припоминал что-то, сидя на своей боже. И, наконец, так обратился к своему сердцу. Да, золотустра обращается сам к себе. Вы должны понимать, что такие моменты являются самыми интимными. Когда золотустра говорит себе то, что он хочет сказать. И Ницше показывает вам, что золотустра хочет себе сказать. В этом смысле они являются и самыми открывающими, и самыми неоткрывающими. Почему? Потому что, как мы уже говорили, главное не то, что золотустра говорит вам. Главное то, что он замалчивает. А замалчивает он всегда, в том числе и самому себе. Поэтому, например, когда начнется третья книга, и когда мы увидим глобу о видении и загадке, золотустра скажет нам, что видение, посетившее его, и загадка, связанная с ним, произошла ровно тогда, когда мы видели, как он уходит в конце второй книги. Но мы видим, как он уходит. И никакого видения, и никакой загадки там нет. Тут прямая же отсылка. Первая часть. Однажды утром проснулся, он еще до зари. Да, да, да. То есть, так сказал своему сердцу. Тут практически то же предложение, где он поток. Там он поднялся с зарей вместе. И там он в этот сон. Солнце. То есть, может быть. Я вижу здесь только ту параллель, что он все еще продолжает изменяться в лучшую сторону. То есть, если бы он начал изменяться в худшую сторону, он должен был покончить с собой. Учение о свободной смерти требует этого. Но тот факт, что он все еще изменяется в лучшую сторону, что мудрость его все еще растет, как при самом первом спуске, и он все еще хочет давать, это заставляет его не кончать с собой, а наоборот спуститься снова. То есть, вы не видите здесь... Что он уже к самому себе обращается, как к Солнцу? Ну, что здесь специально акцент делал на том, что он обращается к себе, а допустим... А там как к Солнцу? Да, а не к Солнцу. Я не вижу, потому что разные тематики. Там он обращался к Солнцу с желанием быть как Солнце. Это желание уже закончилось. Мне кажется, что мы уже зафиксировали окончание этого желания. То есть, он уже понимает, что все вещи не должны стоять на своих местах, что это конец. То есть, желание быть как Солнце, заставить все по своим местам, означает в первую очередь желание войти в бытие. Бытие начнется тогда, когда становление закончится. Становление закончится тогда, когда все вещи окажутся на своих местах. То есть, ни одна вещь больше не может быть сдвинута со своего места. Нет места тьме, нет места тени. Это и есть бытие. Но золотой ствол же выступает строго против. Более того, он даже не солнце для своих учеников. Он не говорит им всего. Хотя еще раз он скажет о метафоре солнца. Либо, я не помню где конкретно, по-моему это будет где-то во второй книге. Когда он будет жаловаться, что тяжело быть как солнце. Тяжело, когда ты только отдаешь свет и не получаешь света взамен. Когда весь твой свет, это твой собственный свет. Но здесь, честно говоря, нет. Я думаю, здесь есть отсылка в том, что он проснулся до Зои. То есть он просыпался тогда с солнцем. И, соответственно, он разговаривал с солнцем в этой книге. А, еще темно, да? Да, мы начинаем с того, что темно. То есть он уже не солнце. Он не просыпается в этой книге не готовый отдавать как солнце. А понявший, что все еще не постану на свои места. Нет, готовый отдавать это точно. Мудрость его расслабила ему страдания своей полнотой. Он собирается снова спуститься вниз и снова поделиться своей мудростью. Да, но тогда он был готов расслабляться за свои места. А сейчас... А, то есть он стал ближе к ночи, вы хотите сказать. Немножко ближе к ночи. Ну, может быть. Да, простите, простите нам прямую речь, чтобы мы поняли, что это не очень по солнцу. Что же так напугало меня во сне, что я проснулся? Видите, речь идет только о самом себе. То есть это тематика спуска вниз второго. Это не тематика дарения. Это тематика, что-то пошло не так. Я как раз об этом и говорю. Нет, я говорю о том, что здесь... Тогда антитезы есть. Обращение к солнцу и обращение к сердцу. Нет? То есть вообще не взаимосвязаны. Мне кажется, не очень. То есть я вижу антитезу между началом первой книги и концом третьей. Потому что как бы в плане утра и полночь. Но тут как бы не... Антитеза возможна в том плане, что поскольку он становится ближе к ночи, он начинает обращаться к сердцу, то есть к себе. То есть он отходит от идеи о том, что необходимо оставить его свои места. Он же постоянно лучше становится. Поэтому надо стать раньше, чтобы стать лучше. Спрос, не делайся. Тут в чем вопрос у меня? То есть тут мы явно видим одно и то же предложение с двумя изменениями. Первое это поднялся... Вот я открыл начало. Однажды поднялся, он заявил, встал перед солнцем и так говорил. То есть мы видим два изменения. И поэтому как это? Это просто днеокрестистический возврат к началу? Ну, это отсылка к тому, что, во-первых, он должен спуститься второй раз, как и в первый раз. А во-вторых, вы можете, наверное, заметить, да, что теперь он больше не хочет, не хочет все расставить по своим местам. Не хочет быть как солнце. Но это не значит еще, что он хочет быть полной тьмой, как это будет в самом конце. То есть вы видите эволюцию и замечаете эволюцию. Вы, кстати, посмотрели про змею? Ах, ну ладно. Давайте я завтра принесу для вас оригиналов. Мы посмотрим на месте. Давайте тогда продолжим. Разве не подходил ко мне ребенок, несший зеркало? Вот Заратурст рассказал мне ребенок. Посмотри на себя в зеркале. Да, Заратурст рассказывает нам свои собственные соны. Заметьте, нам не сказано, что это кошмар, но нам сказано, что он проснулся из-за этого сна. Но когда я посмотрел в зеркало, я вскрикнул, и мое сердце подрогнулось. Это действительно кошмар. Не себя увидел я в нем, а рожу дьявола и изъязвительную усмешку. Поистине, слишком хорошо понимаю я значение снов и предостережение их. Мое учение в опасности. Заратурст действительно понимает хорошо свои сны. И, если я не ошибаюсь, будет еще один сон в конце этой книги, который Заратурст попросит интерпретировать лучшего своего ученика. Чем дальше Заратурст будет двигаться, тем четче Ничи будет отмечать, как он разочаровывается в учениках. Трижды будет он качать головой на разных учениках. Но в конце он покачает головой на самого любимого своего ученика, когда тот попытается интерпретировать сон Заратурст. И Заратурст поймет, что ни один из учеников недостой. Посмотрим, какие вы хорошие ученики Заратурст. Я попрошу вас интерпретировать второй его сон, который он просит интерпретировать своего любимого ученика и разочаровывать в своей интерпретации. Ну я же не Заратурст, но головой я могу покачать, да. А как же? Мои враги стали сильны и исказили образ моего учения. Так что возлюбленные мои должны стыдиться даров, что дал я им. В глазах учеников Золотуства учение Золотуства становится сатанинским. Оно начинает пугать, оно стало не таким, как есть. Но причина тому только одна – у Золотуства есть противники. Добродетельные всегда просто смотрели на учение Золотуства. И теперь, когда он ушел, они смогли объяснить ученикам Золотуства, что учение Золотуства – это страшное учение. Несвожно объяснить вам, что учение Ницше – это страшное учение. Достаточно только указать на то, что он все время предсказывает. После меня большие войны, гигантские катаклизмы. Я выступаю за страдания против его отсутствия. Я выступаю за боль против ее отсутствия. Вы пытались это презировать, как предсказание нацизма. А зачем, если есть, собственно, фразы Ницше в письмах и в черновиках и набросках, да что там, Векки Хома тоже есть, о том, что после меня гигантские войны, и я как бы не удивлен. Или о том, что я не хочу быть понятным, я наоборот хочу быть труднопонимаемым. Понятно, кто такие вещи говорит. То есть это необязательная интерпретация, но вы можете так сказать? Но получается, Ницше все-таки перевидел то, что его учение будет разумеется исковерканным. Еще раз, любое учение всегда будет исковеркано. Не может быть так, что после Маркса возникает второй Маркс. Такого не бывает. После Маркса всегда возникают марксисты. Это значит, что всегда возникает извращение. Вы можете открыть книгу какого-нибудь Корнурзы или какого-нибудь Межуева. Она так и будет называться «Маркс против марксистов». Можете открыть любой источник и найти, как ленинцы извращают Ленина, как сталинцы извращают Сталина, как маоисты извращают Мао. Это не имеет значения. Ни одно учение не может не пройти через извращение. Вопрос, как создать такое учение, которое бы было резистивно к этому, и учение о воле к власти как раз-таки резистивно к этому. Мы это обсуждали в прошлый раз. Но это не значит, что оно не будет изменено. Единственное, что мне нравится, что я могу сказать вам по поводу интерпретации этого сна, вам не кажется, что этот сон надуманный, что он придуманный? Зародустер хочет вернуться вниз. Он все еще изменяется к лучшему. Еще не настало время его смерти. А? Ему нужен повод, конечно. Ему нужен повод, чтобы спуститься вниз. Заметьте, ведь с самого начала, но душа его была полна нетерпением и страстным желанием видеть тех, кого он любил, ибо еще многое он имел дать им. Он с самого начала хотел вернуться. И не сон подталкивает его спуститься, а интерпретация сна. Он говорит, я знаю, что значит этот сон. Этот сон может значить все, что угодно. Это сон. До этого у Нитши в утренней заре была как раз эта идея фрейдерская потом о том, что все, что нас окружает, влияет на наш сон. То есть все, что все, те мысли, которые нас сейчас дожат, они потом во сне... Откроверяются. Ну, близко ли это? Абсолютно близко. То есть те желания, которые вы подавляете днем, во сне они выходят. То есть второе, не причиняется с того, что за ракуста подался страсть, то есть страсти, которая стала превалировать... Это не страсть, это дарующая добродетель. Мне много еще есть, что дать им. То есть именно власти толкает его к тому, чтобы выдумать сон, и трактовать его так, чтобы спустить сон. Может быть, это был настоящий сон, но трактовка сна – это всегда воля к власти. Здесь мы еще до этого дойдем, но я могу вас отослать уже сейчас по ту сторону добра и зла, когда они еще скажут – мир – это текст. Но текст как таковой нам никогда не доступен. Нам всегда доступна только интерпретация текста. То есть, грубо говоря, читая Платона, вы никогда не сможете понять, как мыслит Платон. Вы никогда не сможете добиться такого же взгляда на то, что написал Платон, который был у Платона. Да. А, именно поэтому для вас всегда будет Платон интерпретацией. Но так же и с миром. Вы никогда не будете этим миром. Поэтому мир всегда для вас – это интерпретация. Я частью этого мира. Как вам будет не видеть этим миром? Хороший вопрос. Как вы можете быть этим миром, ведь вы не частью его? Это разница между апполоническим и дионисийским. Аполоническое – когда вы отделяете себя от мира и говорите – есть я, есть окружающий меня мир. И дионисийское – когда вы растворяетесь в нем. Вы не растворены в нем. Вы не животное. В этом проблема. Белка не отделяет себя от мира. Да, люди – животные. Но с точки зрения ниши и с точки зрения биологии есть решающее отличие. У нас есть самосознание. И благодаря этому самосознанию мы умудряемся отделить себя от мира. И более того, часто мы об этом говорили, мы уже отделяем собственное самосознание от собственного тела. Есть тело, которое биология и часть мира, а есть я, который особенный, отдельный, уникальный, не связанный с миром. Мир – это всегда интерпретация. Текст – это всегда интерпретация. Но это значит, что есть что-то, с помощью чего мы интерпретируем. Что это? Мысль, воля. Воля, власти… Можно по поводу текста интерпретация? Да. Я тут, допустим, про Платона в хорошем примере сказали, что мы никогда не поймем, то есть будет много интерпретаций текста Платона. Но не из всех интерпретаций же будет существовать та интерпретация, которая соответствует тому, что ближе всего… А как вы об этом узнаете? Нет, мы об этом не узнаем, но… Более того, представьте… Объективно они будут соответствовать. Может, мы об этом не узнаем никогда, то есть… Но… Та интерпретация, которая будет соответствовать? Нет, которая может быть… Которая будет соответствовать? Нет, для этого вам нужен второй Платон. Причем второй Платон назад в Греции в 430-х годах до нашей эры. Историзм будет говорить буквально следующее в противопоставлении классической герменевтики. Философ творит в определенных исторических условиях, сути которых он не понимает, и которым он подчинен, не осознавая этого. Только когда исторические условия меняются, мы можем сверху посмотреть и сказать, «Ага, Платон находится в таких-то исторических условиях». Вот откуда возникает его мысль. Так как мы находимся в других исторических условиях, никогда второго Платона не возникнет. То есть, давайте так, в этом смысле никакая другая интерпретация не будет интерпретацией Платона. Это раз. То есть, мы никогда не можем понять автора так, как он понимал самого себя. Вот. То есть, это нарушение классического требования герменевтики. И следующий шаг. Мы можем предположить, что какая-то интерпретация является ближе к интерпретации Платона. Допустим. Но, во-первых, мы не можем этого установить, потому что где Платон, который скажет, что он на самом деле имел в виду? И при том, что даже если он на самом деле что-то имел в виду, исторические условия, в которых он существовал, о которых он не знал, ему не были доступны, а нам доступны. Это значит, что мы можем сказать, что ты не это имел в виду. Ты думаешь, что это имел в виду? Нет, ты не это имел в виду. И вторая проблема. Вопрос о том, какая интерпретация лучше, это не вопрос о том, какая интерпретация ближе к Платону. Это вопрос о том, какую роль и с какой целью мы выдвигаем ту или иную интерпретацию, насколько хорошо она доказана. То есть, грубо говоря, сколько в ней воли к власти и на что эта воля к власти направлена. Из Платона вы можете вывести христианское учение и сказать, на самом деле Сократ это первый еврей, а Платон это первый христианин. Эта интерпретация имеет место быть? Имеет место быть. Она легитимна? Легитимна. Она нужна в текущих условиях? Она полезна в текущих условиях? Она что-то дает в текущих условиях? То есть, вопросы совершенно иные. Не объективное познание, не стремление к объективной истине. Оно больше никогда не будет поднято, поэтому философия закончилась. А стремление к реакции на окружающие условия, которая была как-то адекватна именно окружающим условиям. Именно поэтому новая интерпретация Платона, каждая новая интерпретация Платона будет лучшей в рамках своих исторических условиях. Именно поэтому интерпретация Платона бесконечна. Давайте отбросим Платона, взглянем на окружающий мир. Именно поэтому нет никакого, не может быть единого никакого мнения, а знания об окружающем мире. Может быть только мнение, на которое мы все согласились или большинство согласилось. Ничего большее. Что это значит? Самое важное. Это значит то, с чего мы начали говорить. А именно, что интерпретация не может быть остановлена. То есть, что человеческая креативность не должна быть погублена. Если вдруг завтра с неба спустится Россиус. Знаете Россиуса, да? Если завтра с неба на облачке с нимбом спустится Россиус и скажет, я все понял. Платон это вот это, это, это и это. Именно это он хотел сказать. Я вернулся в прошлое. Мы с ним поговорили тет-тет-тет. Я дал ему ЛСД или там сыворотку правды, чтобы он не лгал мне, потому что велик шанс, что Платон вам солжет. Он не солгал. Вот это истинное учение о Платоне. Что после этого произойдет? Не-не-не-не. Предположим, что это реально не интерпретация больше. Предположим, что дальше произойдет. Первое, что случится, Платона выкинут из науки. Познание окончено. Что с ним можно еще делать? Больше ничего нельзя делать. Можно только выкинуть. Если истина существует, то тот, кто ее открывает, убивает поиск истины для всех остальных. Он закончен. Что нам можно делать? Ничего нельзя. А учитывая, что одно из фундаментальных состояний человека – это креативность, это значит, что вы только что убили свою собственную креативность. То есть именно поэтому Бог умирает. Если Бог есть, Бог спустится снизу и говорит вам, это так, точка. Если это так, раз и навсегда, зачем мы здесь? Что мы здесь делаем? Тогда как нечего быть философией. Как поиск истины. Философия существовала как поиск истины. То есть мы находим вечную, предполагалось, что мы находим вечную, бесконечную, раз и навсегда правильную истину. Мы еще говорим, ее нет. И поэтому поиск истины больше никто не может заниматься. Тогда как уверение Ницчи о том, что истины нет, может быть истина. То есть это логический парадокс. Это логический парадокс, вы правы. Но именно это утверждение и есть смертоносная истина, о которой говорит Ницше, которую мы пока не затрагивали. И затронем в рамках общего курса. То есть Ницше начинает с простой истины. Она называется смертоносной истины. Она заключается в том, что истины нет. Это не истина в классическом смысле. Это просто обобщение. То есть обобщение смертоносное, потому что они ничего не дают. Они абсолютно правдивы, но они ничего не дают, никуда не ведут. И одно из этих обобщений, самое глобальное обобщение, все бессмысленно, истины нет. Вы смотрите не туда, не смотрите назад, смотрите вперед. Почему возникает постмодернизм? Когда Ницше говорит истины нет, и вопрос с наилучшей интерпретацией отпадает, возникает идея о равенстве всех интерпретаций, о равенстве всех мнений. Поэтому начинается суждение о корне, а не наполовину. Поэтому возникают идеи структуралисты, возникают идеи от изделенного школы. Да, 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 в частности. Но шире возникает постмодернизм как явление. То есть полное равенство любого мнения, вне зависимости от того, каким, например, является научное знание. Вы можете увидеть это в новостях западных. Я не смотрю наши, знаю про западные. Когда человеку говорит, вы знаете, вот этот факт он такой. Он говорит, не-не-не, подождите. Я чувствую, да, I feel, я ощущаю, мне кажется, что вообще-то все по-другому. И вот это я ощущаю, мне кажется, что вообще-то все по-другому, так же легитимно, потому что фактов не существует. И это значит, что, грубо говоря, одни могут ощущать одним образом, другие могут ощущать другим образом. Правые те, и эти, и пятые, и десятые. И отсюда следующий ход. То, как вы себя ощущаете, и есть то, как вас должны ощущать все остальные. То есть, и есть истина в кавычках. Так появляются ребята, которые говорят, вы знаете, я вообще-то белый 40-летний гетеросексуальный мужик, но чувствую себя 15-летней китаянкой. Вот хоть убейте, чувствую себя 15-летней китаянкой. Поэтому я хочу, а, ходить в женские туалеты, потому что я девочка, б, иметь соответствующие привилегии, ну, например, матер мятелиф, да, то есть, как это по-русски, декрет. Я хочу, чтобы не обращались по-женски, с женским пронумсом, да, чтобы я всегда была, а не был. И, наконец, так как я ощущаю себя китаянкой, то есть, иммигранткой в США, например, я должен получать те же пособия, что получают иммигранты, я должен получать те же привилегии, что получают меньшинства. Например, привилегии при поступлении в университет. И с этим нельзя спорить. Это можно только принимать. Потому что никакой истины не существует, и не сужая, не с ним вам это. Можно ли назад поверить в то, что Бог жив? Можно ли реанимировать мертвеца? Можно. Можно, естественно, но только исторические условия вот сейчас к этому вообще никак не расплакают. Исторические условия вот сейчас говорят, что истины нет. Но это и... Потому что... Нет, нет, подождите. Мы всегда будем знать, что истины нет. Вопрос. Мы как бы... В состоянии ли мы заставить себя снова поверить? Ницше говорит об этом только для высших людей. По поводу истины, значит... У Ницше было... Ну, тут понятно, что... Скажите мне, что вы собираетесь зачитать, чтобы я мог не готовиться? Нет. Про то, что есть... Все иллюзорно, но есть иллюзии более правильные и менее правильные. То есть иллюзии, которые более истинные, но с этой точки зрения и менее... Давайте не менее истинные и более истинные. Вот мне нравится более правильные и менее правильные. То есть более подходящие и менее подходящие. Не более подходящие с точки зрения... С точки зрения... Там, воли власти. То есть с точки зрения интерпретации. А более подходящие... Ну, с точки зрения интерпретации для чего-то. Потому что воля власти... Конечно, да. Для чего-то. А с точки зрения... Реального положения дела. То есть, ну, допустим, вот о том, что... Это идея о теле, о которой Ничи много пишет, что тело предопределяет человека, предопределяет его мысли, предопределяет все. Это же тоже своего рода некое положение, которое соответствует реальности. И Ничи об этом будет много писать. Не торопитесь, во второй части, которую мы будем, я думаю, активно читать, мы наконец дойдем до тех моментов, когда Ничи прямо опровергает всякое существование реальности. Если реальность существует, она оказывается кантовской вещью в себе. Кантовскую вещь в себе невозможно познать, поэтому нет никакого смысла стремиться к ее познанию. Вот существует степень мнимости, более естественной и более темной. На июзии. Надо читать целиком, но я могу интерпретировать это и отталкиваясь от других работ Ничи. Нам нужна ложь, чтобы жить. В этом нет никаких сомнений, потому что истина только одна, и она смертельна. Вопрос, какая ложь больше помогает нам жить, а какая меньше. Вот и все. Это и есть степень иллюзии. То есть, грубо говоря, есть такие иллюзии, которые не помогают вам жить, а которые мешают вам жить. Например, христианские иллюзии о существовании единого, неделимого, всезнающего, всесильного Господа. Оно мешает вам жить в том смысле, что вам становится очень тяжело жить. В генеалогии морали об этом сказано более широко. Когда Ничи говорит вам, как вниз катится христианин, он нарушает заповеди, идет к священнику, священнику говорит, ну ему же надо успокоиться как-то, он идет к священнику, священнику говорит, ты знаешь, мы все отвратительные, мы все ужасные, мы все ничто перед Господом. Он уходит довольный, но он уходит еще более ниже по спирали. И эта спираль ведет бесконечно к деградации, к последнему человеку, к ничто, к безумию, к буддизму, к попытке вырваться за грани бытия, в смысле выйти окончательно. И в этом смысле эта иллюзия не помогает жизни, эта иллюзия мешает жизни. Получается, постмодерн есть ничи в том плане, что постмодерн отрицает истину и считает, что каждое мнение, каждая иллюзия является приемлемой. Ничи между истиной нет, и, соответственно, реальность не познаваема, потому что реальность не существует. Реальность как вещь в себе существует. Проблема в том, что вещь в себе не познаваема, поэтому ее существование можно пренебречь. Её можно отбросить. Точка. Возникает вот какая проблема. Если реальность является вещью в себе и её пренебрегает. Интерпретировать её нужно. Да, возникает вот такой вопрос. У нас нет истины, у нас есть только интерпретация реальности. К чему мы идём? Так в этом-то и красота. Бог умер, мы наконец-то стали свободны. Вы сами свободны идти к тому, к чему вы хотите. В этом-то и есть постмодерн. Только постмодерн движется в сторону последнего человека, а Ницше предлагал двигаться в сторону сверху. Мы и движемся в сторону сверху человека по постмодерн. В том-то всё и делаем. Постмодерн не это сверху. Да, мы рассматриваем это с точки зрения Ницше. И того, о чём говорит Ницше. В чём, видимо, проблема? Понятно, что свобода, о которой говорит Ницше, из-за этого нам это показывается, она не для всех. Ошибка отшельника – сказать об этом всем. Для всех как раз нужен Бог. Для всех как раз нужна религия. Для всех как раз нужен контроль сверху. Лишь только некоторые могут быть свободны. И вот те, кто могут быть свободны, те, будучи свободными, не начнут превращать себя в 15-летних китаянок. Те не начнут впадать в то, что вы называете постмодернизмом. Вопрос, как выбрать. Ну, а когда постмодерн будет убежден, где-то убеждены нити. Потому что тогда... Я говорил вам с самого начала, что та борьба с постмодернами, которая началась и развернулась вот на наших глазах, происходит. Я могу вам фамилии назвать людей, этих прекрасных, которые с ним борются. Она исходит прямо из нитча. Потому что если вы вернетесь сейчас и скажете, вы знаете, истина существует, это будет смех. Потеряв невинность, вы не можете назад вернуться в состояние невинности. Когда вы узнали, что истины нет, вернуться назад к предположению о том, что она есть, невозможно. Если вы не близки к сверхчеловеку, который умеет собственные воли и заставлять себя верить. И снова, на чем построена толерантность, на чем построен плюрализм культуры? Только на этом. Если вдруг христиане снова начнут верить, что истина существует, истина это то, что говорит им Бог, завтра на улице начнут сжигать ведьм и побивать камнями евреев. Если мусульмане снова вдруг поверят, что истина существует, это то, что им говорит Бог, завтра на улице женщинам без хиджабов начнут отрезать головы. Когда они в это поверят, вы увидите. Если истина вернется, то состояние Европы, которое сейчас достигнет, оно станет невозможным мгновенно. Но оно не может вернуться физически. До кое-кого весть об истине, помните, как и говорит сумасшедший днем с огнем, свету нужно время, чтобы дойти до всех. До кое-кого весть о смерти Бога еще не дошла. Но этот кое-кто сидит у себя в афганской пещере, окруженный, значит, собственными фекалиями, потому что там нет водопровода, газопровода и всего прочего, и мечтает о том, как отомстить всему миру за то, что он сидит в этой самой пещере. Вернуться назад нельзя, и надо думать, как быть с тем фактом, что Ницше вот такое равенство позволил, или такое равенство из него вышло. Но сам Ницше, конечно, никакого равенства не позволял. И вы увидите это в самом Золотусте. С чем Золотусте будет бороться сейчас? Со своими противниками, которые возвращают его учения, с современными философскими и политическими учениями. Вторая книга будет посвящена разбитию того, к чему пришли современные философские и политические учения. Что значит они пришли? Это значит, он знает их исходную точку. Их исходная точка – это Сократ. То, к чему пришли современные философские и научные учения, исходит прямо из позитивизма Сократа. Но если Сократ на самом деле был пессимистом, а не позитивистом, куда могут прийти эти учения? Только к пессимизму и нигилизму. И туда они и приходят. В этом смысле близкая к финалу 18 глава прорицателя – это глава о пессимизме. Это то, к чему пришло сократовское учение. Ну, это не так важно. Вы же понимаете, нет истины. Не важно, это претерпутация. Хорошо.